Академия пастырства Когда мне епископ сказал собирать чемоданы и ехать, я просто домой приехал, подумал один день, поговорил с Богом и просто принял решение и приехал сюда. И Бог мне все восстановил. Как и в работе, как и здесь, мне много что открывается здесь. Я скажу так всем, что если вы делаете для Бога, то Бог действует. А если вы что-то для земной делаете, то это не то. Когда я должна была принять решение, ехать ли именно сюда, то я сопротивлялась, не хотела. Ну и получается, что я заболела, я не смогла ходить. Просто не смогла ходить. Даже в туалет. И я начала молиться и думаю, что это такое. И опять пришло то, что поедешь, будешь пастыр. Я говорю, ну хорошо, если ты хочешь. И сразу начала циркуляция крови, я сразу встала. Ну и естественно, когда ты принимаешь решение ехать на Академию пастырства, то будут какие-то препятствия, какие-то испытания, какие-то переживания и так далее. Тем более я, когда был на кое-же гора Моисея, то получается на молодежной конференции Андрей Яковишин там проповедовал. И я получил слово, что мне надо принять, ну как сейчас, решение ехать на эту же Академию пастырства. То есть не советуюсь ни с самим собой, ничего не размышляю, ни со своим настаиванием низким. И я просто взял, принял решение, что я буду на этой Академии. Хотя внутри вообще все боролось, думаю, как-то. И в итоге я принял решение, что я поеду, несмотря ни на что, на эту Академию пастырства, а Бог все подтвердит, если это от Него. И в итоге ожидать вот этого подтверждения, это очень было тяжело, потому что ждешь неделю, ну ладно, неделю. Потом две недели, а Бог не подтверждает. Три недели не подтверждает. Четыре. И в итоге там уже, когда прошел месяц, да, там с чем-то, пастыр пишет в Вайбере, что, Влад, а может тебе на Академию пастырства ехать? Я такой, и-е-е, там подпрыгнул. Она от этого не видела. Я такой, еще не отвечал, говорит, я думаю, что пора. Вот, и так вот поехал. Вот так нелегко бывает принимать важные решения в жизни, особенно решения, которые меняют все. Служители всегда будут сталкиваться с трудностями на своем пути и, преодолевая их, будут крепнуть. Это и есть настоящий путь к призванию.